В 76 внешкольных учреждениях Жамбулской области дополнительным образованием охвачено почти 70 тысяч детей. Это 10 музыкальных, 2 детские, художественные школы, 15 школ искусств, 6 центров технического творчества, 2 экологических, 8 дворовых клубов, 2 туристических центра, 20 детско-юношеских центров. Об этом рассказали на пресс-площадке региональной службы коммуникации. По словам спикеров, в 2020 году в Жамбулском районе открылся Центр технического творчества и профессионального образования. В декабре прошлого года своих первых посетителей принял дворец школьников на 600 мест в Жамбулском районе. В целом, в 2021-2022 учебном году доля учащихся, охваченных всеми видами дополнительного образования в области, составляет 83,7%. В конце этого месяца будет завершено строительство пристройки к Центру внешкольной работы и детского творчества города Тараза, который получит новое название – дворец школьников Бахат-Тбалашак. В 36 детско-юношеских спортивных школах области 25 126 детей занимаются в различных спортивных секциях. В общеобразовательных школах 132 044 учащихся участвуют в различного вида тематических кружках. В прошлом году из областного бюджета на государственный спортивный заказ было выделено 142,3 миллиона тенге. Эти средства планируются в основном за счет поступления от профессиональных спортивных клубов, переориентированных на массовый спорт. В этом году спортзаказ составил 300 миллионов тенге. В регионе зарегистрировано 7 345 ваучеров, активированных в рамках спортивного заказа. Поступило 166 заявок от 52 поставщиков. Функционирует 166 спортивных секций по 17 видам спорта. В регионе ведется работа по финансированию дополнительных потребностей. Соответствующая бюджетная заявка представлена на рассмотрение в министерство и областную бюджетную комиссию. В целях решения проблем, вызванных нехваткой средств, Аким области провел встречу с родителями и поставщиками услуг и дал ряд поручений. В том числе в целях контроля за работой поставщиков услуг государственного спортзаказа было поручено создать мониторинговую группу и в течение двух недель провести исследование. Мониторинговая группа сформирована из активных родителей и уже приступила к работе. Первые результаты выявили ряд недостатков и, как следствие, в настоящее время деятельность некоторых поставщиков прекращена. Ваучеры незаконно работающих поставщиков сокращаются, а их работа будет изучаться весь год. Спикер также отметил, что программа «Артспорт» будет работать и дальше. Средства на эту программу предусматриваются за счет местного бюджета. Однако из-за ограниченного бюджета области эти расходы будут лимитированы и выдача дополнительных ваучеров в настоящее время приостановлена. Ильдар Гзатуллин, Лёгобл Саржанов, Жамбл Ньюс.